А, нет, вспомнила. Мы сейчас находимся в деревне Жуваловка. Тут два оленя и одна олениха, вот рядом с мамой. Я искала в траве улиток, ими я очень увлекаюсь. И мы сами не заметили, как нам подошло вот это вот хорошее существо. Эта олениха очень дружелюбная, но пугливая. То есть не стоит делать резких движений. Но даже если она отбежит, то ничего страшного, потому что если ты будешь спокойно стоять, она в скором времени к тебе подойдет. Видимо, она нас запомнила, потому что когда второй раз мы сюда пришли, она тоже к нам подошла, причем почти сразу же. Другие два оленя, вот этот рогатый огромный, и тот, что лежит вон там, но вы, возможно, его не увидите, потому что он спрятался в траве, они вообще не дружелюбные, даже не посмотрели в нашу сторону. Они заняты своими делами, и я думаю, что даже если бы мы к ним подошли, они бы рады бы не были. Скажу насчет фразы, выражение «ты олень». Я до этого случая, встречи с оленями, думала, что нормальная фраза, смешная. Я думала, что олени такие гиперактивные и глупые. Но когда вот я встретила северных оленей и увидела их спокойствие, дружелюбие, я поняла, что эта фраза, ну, не знаю, лживая, что ли. Но если человек себя ведет как-то неадекватно, и ты его обзываешь оленем, по-моему, это, ну, неуважение в сторону этих спокойных животных. Он что-то там нашел. Глиток? Не, не знаю, что-то он там раскопал, пытается. Он ест что-то. Интересно. Я смотрю, он карени какие-то там ест. Да. У него на рогах есть нервные окончания? Не знаю. Не знаю.